Северная Корея будет шить одежду и обувь для России. Об этом сообщило посольство страны в Пхеньяне. Речь в первую очередь идет о пошиве продукции по заказу российских компаний. Представители отрасли уже вели переговоры с северокорейскими чиновниками и директорами заводов. Как передает агентство Reuters, на днях впервые за долгое время Северная Корея отправила поезда в Россию. Об этом не только. Поговорим с нашим следующим гостем. Это Анатолий Амелин, сооснователь и директор экономических программ Украинского института будущего. Здравствуйте. 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 Ну вот дроны, каски и бронежилеты. Россия закупает у Ирана, а обувь и одежду для военных теперь будет отшивать Северная Корея. Больше союзников не осталось? Где и что еще могут заказать? Тут интересно более другое. Страна, которая имеет такие масштабы и промышленный потенциал. Но и то, что они закупают, по идее, должна произвести сама, не может этого делать. Это говорит об неэффективном использовании своих ресурсов, технологической отсталости и так далее. А что касается друзей, так друзья уже себя проявили все. Практически все страны мира высказали негативное отношение к событиям, которые Россия инициировала в Украине против агрессии. И да, с ними не хотят работать, Россия становится нерукопожатной. Если проследить историю этого года, то можно сказать, что Путин уже проиграл. Он проиграл экономически, он проиграл геополитически, он проиграл даже внутриполитически. И в этом контексте Россия начинает терять рынки и свое глобальное влияние. То есть все, что можно было сделать для России плохого, Путин уже сделал. И западные лидеры, они видят это. Ну не только западные, западные и восточные. И с неудачниками никто не хочет иметь дело. Ну вот Иран, да, просто так ничего Россия не поставляла. И вот в обмен на дроны и баллистические ракеты Россия поставит ему ядерное топливо и ядерные технологии. Вот так считает американская разведка. Вот понятно, что это ускорит иранскую ядерную программу. Как вы полагаете, как быстро Иран может заявить, что вот у него уже есть ракеты с ядерным зарядом? И сколько таких ракет может быть? На самом деле Иран уже сегодня, по имеющей информации, уже владеет необходимым количеством обогащенного урана для одной ядерной обоголовки. Но это недостаточно для того, чтобы показывать угрозу всему миру. Более того, 5 ноября прошли успешные испытания иранской ракеты, которая публично заявлялась предназначенной для вывода спутников в космос. Но, как говорят американцы, может быть использовано и принесение ядерного заряда. Таким образом, Россия ускоряет технологическое развитие ядерной программы Ирана. И можно сказать, что в следующем году Иран может иметь арсенал ядерного оружия, ракет с ядерной боеголовкой, которые могут применяться, ну, по крайней мере, те ракеты, которые они сегодня могут применять, которые могут нести ядерный заряд. Это 2000 километров, до Израиля это 1500 километров. Если говорить про межконтинентальные ракеты, которые они тестируют, то я думаю, что на концу следующего года он не будет. То есть следующий год, это год изменения баланса на Ближнем Востоке с точки зрения ядерного оружия и рисков, которые будут создаваться, в первую очередь, для Израиля, ну, во вторую очередь, для других стран мира. И тут важно не забывать о планах России, о объемах поставок ракет, которые Россия будет получать. Здесь, ну, по сути, в радиус действий этих ракет попадают еще страны Восточной Европы, на которые Россия также пыталась претендовать в заявлениях своих публичных лиц и в лице своих пропагандистов. Поэтому неспокойность, как бы, спокойствия в мире будет меньше, будет больше неспокойствия. Вот вчера в своем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что без света сейчас остается больше 4,5 миллионов потребителей. И больше всего их в Киеве и Киевской области. И дефицит электроэнергии растет уже, ну, с 7 утра сегодня, даже раньше, у многих не было света, снова экстренное отключение. С вашей точки зрения, почему враг начал массированные атаки на объекты энергетики с начала октября, да, не дожидаясь холодов? Это какой-то расчет, да, или это просто ответ за поражение на фронте, ну, просто вот терроры и военные преступления? Если помните, это произошло практически сразу после назначения нового главнокомандующего, отвечающего за войну. Что? Суровикина? Суровикина. Да, да, да. И это было, более того, он даже публично это комментировал, что важно показать в первые дни работы на новом месте, что ты там хороший, не знаю, исполнительный сотрудник. И в данном случае это была попытка показать Путину, что Суровикин на том месте справляется с задачей. Поэтому они начали массированные атаки не в конце ноября, а в начале декабря, когда ожидается холода, а выпустили большую часть своего заряда, по сути, в октябре месяце. И сейчас как раз именно эти атаки привели к тому, что в России возник дефицит ракеты, и они сейчас пополняют этот дефицит за счет Ирана. С февраля Россия повредила около 40% украинской энергетики. Как быстро можно все это восстановить, учитывая, что помощь обещают и США, и ЕС, ну и даже Япония? И вот какой у энергосистемы еще запас прочности? Я не могу рассуждать глубоко о запасе прочности энергосистемы, это не моя профильная экспертиза. Единственное, что я могу сказать, как по первому образованию же нейромеханик, создание подобного рода объектов занимает достаточно много времени. Это проектирование, строительство и так далее. Если мы говорим о восстановлении оборудования, которое выведено из строя, то его тоже нужно заказывать. Заказ оборудования, в зависимости от сложности, если его нет на складах, занимает от 6 до 12 месяцев. И в этом контексте важно понимать объемы, глубина разрушений. Важно понимать, что ряд поставщиков этого оборудования в Украине, ну их уже сегодня физически нет. Если получать оборудование Запада, то опять-таки оно, если не на складах, нужно заказывать и изготавливать. Поэтому восстановление энергетического потенциала Украины, это не быстрый процесс. Быстрее мы можем рассчитывать на генераторы или мобильные системы. В частности, я видел, компания General Electric производит мобильные, скажем так, турбины, построенные на основе авиационных двигателей, которые могут иметь мощность несколько мегаватт, которые приводятся в контейнерах. Ну и могут в случае стихийных бествий или войны и разрушений обеспечивать электропитанием достаточно большие объемы территории. Но с точки зрения восстановления существующей инфраструктуры, это, к сожалению, не быстрый процесс. И здесь все зависит от системы планирования, от наличия необходимых комплектующих оборудования. И вряд ли это будет делаться в соответствии с строительными нормами, которые применяются при возведении. Это такой антикризисный менеджмент, как мы сегодня видим в восстановлении инфраструктуры. У нас вот включался час назад представитель компании ДТЭК, и я с удивлением узнала, сколько это оборудование стоит. Вот, например, один выключатель — 110 тысяч долларов, да? Один генератор — это несколько миллионов долларов. Да. И ресурсы для этого оборудования тоже нужно где-то брать. Потому что сегодня, как вы знаете, мы утверждили бюджет на следующий год, но львиная доля расходов бюджета покрывается за счет западной помощи. А в этом году мы уже физически не имеем этих ресурсов. Поэтому нам нужно включать программы кредитные, партнерские, донорские, для того, чтобы обеспечить финансирование приобретения такого оборудования, которое, повторюсь, необходимо еще изготовить, на что требуется время. Ну вот МИД говорит, что 16 стран нам уже готовы помогать, и США, и страны Европы, и Япония уже даже присоединилась, и вот готовы помогать и поставлять эти детали. Хочу быть оптимистом, но пока вряд ли кто-то видел полный перечень оборудования, которые нужно поставлять. Прямо сейчас более того, давайте будем честными. Сейчас начало ноября, и холодов сейчас нет. Наибольшее разрушение Россия будет пытаться нам причинить в конце ноября, в начале декабря. Это будет самый сложный месяц. Наверное, сейчас уже стоит вести переговоры о том, чтобы формировать склады в Украине или на границе с Украиной, с энергетическим оборудованием. Но этим занимаются эксперты. Здесь, наверное, будут правильно адресовать вопрос к ним. Еврокомиссия на этой неделе представит план помощи Украине на 2023 год. Он рассчитан на 18 миллиардов евро. Вот об этом заявила Урсула фон дер Ляйен. Как вы оцениваете такой масштаб, и на что в первую очередь должны пойти эти средства? На самом деле это не тот масштаб, который нам нужен. Насколько я понимаю, львиная доля этих средств пойдет в том числе на поддержание украинской финансовой системы и нашего баланса. Дефицит бюджета будет колоссальный. Мы, к сожалению, без западной помощи эффективно год пройти не сможем. У нас большая статья расходов армии, у нас есть социальные издержки. Поэтому нам необходимо, во-первых, сокращать непродуктивные, неэффективные расходы. Нам необходимо завершать приватизацию всего того, что у нас забирают деньги из бюджета. Не исключено, что нужно делать значительное сокращение государственного аппарата. И даже при этом нам этих средств не хватит. То есть 18 миллиардов долларов – это маленькая часть того, что нам необходимо для стабильности финансовой системы в следующем году. А эти деньги как? Будут выделяться по месяцу? То, что я слышал, то, что обсуждается, это полтора миллиарда долларов в месяц. С Европейского Союза примерно такая же сумма обсуждается со стороны США – это 3 миллиарда долларов. Но фактически это деньги пока еще не на восстановление. Это, по сути, на стабилизацию экономической финансовой системы Украины. Для восстановления цифры, которые нам нужны, числяются уже, наверное, сегодня больше сотни миллиардов долларов. Это транспортная, жилая, гуманитарная, социальная инфраструктура, которая критически важна. И с другой стороны – это экономика. То есть украинские предприятия, которые были налогоплательщиками, сегодня не имеют ресурсов. Они не имеют возможности для восстановления разрушенных зданий, сооружений, промышленного оборудования и так далее. Поэтому нам необходима еще такая же существенная помощь для украинской экономики и бизнеса, который потом будет налогами наполнять бюджет за счет того, что он восстановится. Поэтому у нас есть целая группа задач, которые нужно решить. Подготовка к вступлению Украины в ЕС займет более года или двух. Об этом заявил комиссар по вопросам расширения организации Оливер Вархей. По его словам, нужна масштабная работа для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС, а также в важных политических областях. Как вы оцениваете вот эти сроки, год или два? Я их оцениваю, если честно, достаточно оптимистично. Мы видели массу примеров, как кандидаты, даже Турция, она уже достаточно давно кандидат. В Европе меняются политики, в Европе меняются настроения. После завершения войны, а я верю, что в следующем году она должна завершиться, у европейцев изменятся приоритеты. Хочу напомнить, что уже сегодня активно поднимается дискурс о том, что высока вероятность мирового финансового кризиса. Мы видим долговые пузыри государства, мы видим, как начинает стагнировать строительную отрасль Китая. И это в совокупности уже влияет на мировой спрос промышленной продукции, нарушаются логистические цепочки и так далее. Поэтому, когда в мире начнется финансовая коррекция и экономический кризис, а, к сожалению, Украина и помощь Украине будет по остаточному принципу и так далее. Более того, мы с вами вначале сюжета проговаривали о том, что будет в мире расти напряженность вследствие получения Ирана, в мире ускорения иранской ядерной программы, получения России, выполнительного вооружения. Да, вот степень факторов, которые влияют на неопределенность, будет расти. И в данном случае здесь помощь Украине и успехи наших получения этой помощи зависит от нашей субъектной позиции. То есть нам нужно иметь свой четкий план, нам нужно иметь ответы на вопросы, которые беспокоят западных партнеров. Как мы победили коррупцию, как работает судебная система, как мы оптимизировали государственный аппарат, как эффективно сможем восстановить нашу экономику, чтобы снизить нагрузку на наших партнеров. Но при этом, повторюсь, события хаотичные, непредсказуемые в мире, могут влиять на политику. Более того, это зима, которая приведет к тому, что будут самые высокие по цене платежки за электроэнергию в Европе, вследствие действий Российской Федерации, также может повлиять на электоральное настроение европейцев, что может изменить отношение к Украине. Поэтому степень там неопределенности очень высокая. И только от субъектности и эффективности нашего офиса президентов, Кабинета министров нашего МИДа, зависит то, какой фокус Украина сможет удержать внимание на себе, и, соответственно, какую адженду мы сможем предложить и эффективно реализовать. Спасибо огромное за ваши комментарии, за содержательную беседу. Спасибо. И я напомню, Анатолий Амелин, сооснователь и директор экономических программ Украинского института будущего, был с нами на связи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok